МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в нашем выпуске. Роспуск рабочей группы по вопросам объединения Архангельской области и Ненецкого округа, исполнение окружного бюджета и передача отдельных полномочий с регионального на муниципальный уровень. Эти темы стали основными в повестке очередной сессии собрания депутатов. На Десюшевском месторождении продолжается устранение последствий разлива нефти. На сегодняшний день на работах по ликвидации утечки задействовано 10 человек. В нашем эфире эксклюзивные кадры с места происшествия. В регионе продолжается подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию России. На избирательных участках будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В региональном парламенте в среду 10 июня состоялась 27-я сессия окружного собрания депутатов. В рамках заседания парламентарии рассмотрели более 20 вопросов. Сессия началась с обращения временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного в адрес парламентариев и всех жителей региона. Уважаемый Александр Ильич, уважаемые депутаты, референдум по объединению Ненецкого автономного округа и Архангельской области 13 сентября сего года не состоится. Это уже очевидно. Любой другой конкретной даты проведения референдума нет. Но что же есть? Есть государственная задача по развитию Арктики, по развитию инфраструктуры Северного морского пути, по диверсификации нашей экономики в интересах России и, самое главное, в интересах будущих поколений Ненецкого автономного округа. В свою очередь депутаты окружного собрания, учитывая, что процесс объединения прекращен, предложили в Рио губернатора распустить рабочую группу. Нам действительно надо переходить от политической составляющей, которая считает, что вот эти вопросы закрыты, к вопросам, которые требуют настоятельного решения. У нас в июле будет заключительная сессия этого политического сезона. Нам, во главу угла, надо переходить к хозяйственному вопросу. Те вопросы, которые касаются и поднимали депутаты в трёх минутках, нам надо заниматься жизнью нашего региона, смотреть, что делать дальше, а самое главное – решать те вопросы, которые стоят перед нами сегодня, здесь и сейчас. В числе основных вопросов – повестки дня исполнения окружного бюджета за 2019 год и внесения изменений в окружной закон о бюджетном процессе. Когда рассматривают администрацию у себя на комиссиях с ГРБС, приглашают депутатов, депутаты также принимают участие, а затем при внесении бюджета на площадку собрания депутатов сама администрация проводит публичное слушание и приглашает все общественные организации, жители округа, которые, может быть, в это они внесли только бюджет, но депутатам ещё не рассмотрен. Поэтому таким образом ведёт общественное обсуждение, то есть публичное общественное обсуждение. А затем, когда вносятся в собрание депутатов, уже депутаты, также принимая участие при рассмотрении на площадке администрации, уже могут вносить поправки. Ряд вопросов касался передачи отдельных полномочий с регионального на муниципальный уровень. Мы приняли в двух чтениях проект закона, по которому с ведения органов государственной власти, то есть Нинецкого автономного округа, мы передаём дороги, а именно это дорога по улице Ханазейского, Выучейского, Первомайская, улица Ленина и Октябрьская на содержание в город Наринмар. Ну, я думаю, что здесь всё логично, это как и у людей, в доме должен быть один хозяин, соответственно, в городе Наринмаре должен быть один хозяин, это администрация города. Речь идёт о таком очень волнующем вопросе, как содержание и ремонт дорог, поэтому я думаю, что город с этим справится. Также на сессии депутаты окружного собрания приняли обращение в правительство России. Оно касается упрощения процедуры восстановления предпринимателей в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Как пояснила Наталья Кордакова, численность занятых в секторе МСП определяется на основе данных, содержащихся в едином реестре. Вместе с тем он не даёт объективной картины. В округе у нас численность малого и среднего бизнеса по реестру отличается от тех, которые зарегистрированы юридические лица, примерно на 300 человек. Малый и средний бизнес должен быть обновлён в реестре на 10 августа. Если на 10 августа их не окажется, то таким образом этот малый и средний бизнес не будет получать никакой поддержки, в том числе у нас с окружного бюджета, а у нас оказывается значительная помощь. Это и субсидии, это в том числе и гранты. В обращении к председателю правительства Российской Федерации содержится просьба рассмотреть вопрос о возможности восстановления предпринимателей в едином реестре. Также предлагается упростить процедуру восстановления МСП в едином реестре в течение следующего месяца или квартала в случае подачи соответствующих сведений в срок до 1 ноября. Кроме того, предлагается не исключать предпринимателей из реестра в течение от 1 до 3 месяцев в случае непредоставления отчётных сведений с уведомлением предпринимателя о возможности устранить нарушения и восстановиться в реестре в онлайн-режиме без визита в налоговую инспекцию, пояснила Наталья Кордакова. Иван Никонов, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север». На Десюшевском месторождении продолжается устранение последствий разлива нефти. На сегодняшний день на ликвидации утечки задействовано 10 сотрудников компании «Полярное сияние». Накануне к месту происшествия вылетела межведомственная рабочая группа, в которую вошли сотрудники Росприроднадзора, прокуратуры, Ростехнадзора и представители Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съёмочная группа. Репортаж Алины Ваучейской. 10 кубометров чёрного золота, лежащие на поверхности земли – картина поистине страшная. Мы находимся на Десюшевском месторождении. Это 200 километров от Наринмары, столицы Ненецкого округа. И здесь накануне произошла утечка нефти. Началось всё вот с этой скважины. Основная причина произошедшего – коррозия на одной из труб, что в свою очередь привело к разгерметизации скважины. Нефть вытекала из отверстия диаметром 2 миллиметра. Разлив обнаружили операторы по добыче нефти. Они же занимаются ликвидацией утечки. Самый крупный очаг разлива нефти у скважины, на которой и произошла утечка. Для сбора чёрного золота используют мотопомпу. Шланг опускаем в нефть, запускаем помпу, и по шлангам она уже поступает в сборную ёмкость. А дальше эта ёмкость герметизируется? Ну да, она герметизируется. Там есть подогрев. По зиме её отсюда вытащат и утилизируют. Общая же площадь разлива, по предварительной оценке, 200 квадратных метров. Для очистки территории используются сыпучий сорбент и специальные салфетки. Куда складируется снятый грунт и нефтяная смесь? Это всё складируется в эти бочки. Сейчас дополнительные бочки привезли. Мы вчера заполнили около 20, они закончились. После их заполнения они будут помещены в одно место. Где-нибудь вот здесь, например. И зимой, зимником уже мы их вывезем. Так вам надо будет оборудовать эту площадку? Да, мы оборудуем. Надо соответствовать требованиям, чтобы вы тут... И до какого дня? Зимой, зимником мы вывозим на ЦПС. У нас там есть специальное оборудование, где всё утилизируется. Со слов представителя компании «Полярное сияние», в 250 метрах от разлива расположено два водоёма. Угрозы их загрязнения нет. Вблизи озера и реки выставлены боновые заграждения. Ну туда точно это пятно не дошло. Значит, здесь где-то длина вот этих бонов, где-то метров 30 отсюда. Основная причина, что туда нефть залилась, то, что были разрушены оболовки вокруг скважинной площадки. Вот её надо будет сейчас восстанавливать всё. Для осмотра территории на место происшествия прибыли сотрудники Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому округу. В ходе рейда проведена фиксация точек по периметру земельного участка. Для определения содержания нефтепродуктов и выявления причинённого вреда отобраны пробы почвы и воды. Установлено, что нефтепродукты присутствуют на территории отсыпки промышленной площадки номер 6 Дюсюшевского месторождения, а также на находящемся рядом земельном участке. Данный участок относительно территории отсыпки находится в низине. На момент осмотра обводнён. Визуально определяются следы нефтепродуктов и рассыпанный сорбент. В состав рабочей группы вошли и представители других ведомств. На промплощадку прибыли сотрудники прокуратуры, Ростехнадзора, МЧС, а также руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого округа Альберт Чебдаров. На текущий момент есть положительный прогноз, что к концу недели, к воскресенью данный разлив будет и последствия разлива будут устранены. Силами организации решается вопрос о привлечении аварийно-спасательных формирований, которые работают на подряде у данной компании. В целом работа осуществляется с планом ликвидации чрезвычайных ситуаций разливов нефти на подобных объектов. Видим положительную динамику и обещает организация увеличить все штат людей, которые будут здесь находиться и заниматься ликвидацией. Сейчас природоохранным структурам предстоит выяснить, нанесен ли экологический вред окружающей среде. Ответственность за порчу земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Алина Волчейская, Владислав Носкин, телеканал «Север», Дюсушевское месторождение, Ненецкий округ. Беспрецедентные меры безопасности примут на избирательных участках во время голосования по оправкам Конституции Российской Федерации. Непосредственно голосование состоится 1 июля 2020 года. За 6 дней до обозначенной даты начнется голосование вне помещения и предварительное голосование. Особое внимание будет уделяться безопасности, здоровье членов избирательной кампании и всех участников голосования. Ольга Русул продолжит тему. Избирательная кампания стартует с 25 июня и продлится до 1 июля. К тем, кто подал заявку на голосование вне своего участка, члены комиссии придут домой, предварительно согласовав время визита. При этом они будут полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для избирателя же предусматривается индивидуальный пакет. В нем защитные средства, одноразовая ручка, бюллетень, листовка с порядком голосования и заявления. Важно соблюдать процедуру безопасности. Поэтому члены избиркома первым делом продезинфицируют дверной звонок и ручку двери. Избиратель открывает дверь. Члены комиссии находятся на расстоянии 1,5-2 метров от избирателя. Данный участник голосования показывает на расстоянии свой паспорт. Члены комиссии перелистывают его фотографии и место жительства. Члены комиссии сверяют, что это действительно этот избиратель. Затем избиратель забирает пакет, который члены комиссии заранее повесили на ручку двери входной. Забирает его, достает оттуда бюллетень, достает заявление, одноразовую ручку. Вписывает туда данные паспорта, ставит дату и подпись, то, что он получил бюллетень. Голосует по бюллетеню. Затем он обратно выходит на площадку. За дверь все это время комиссия ждет его на площадке. Рядом с дверью квартиры будет установлен переносной ящик для бюллетеней. Заявление, на котором проголосовавший расписался в получении бюллетеня, для голосования кладется в специальный конверт. По завершении процедуры члены комиссии обрабатывают звонок, дверную ручку и уходят. Что касается предварительного голосования, оно будет проходить в течение шести дней на избирательных участках по прописке избирателя. Участки будут открыты с 12 часов дня до 8 вечера ежедневно. В день голосования 1 июля с 8 утра до 8 вечера. Здесь тоже будут соблюдаться повышенные меры безопасности. При входе каждого избирательного участка будет расположен специальный дезинфицирующий коврик. Члены сбиркома обработают руки дезинфицирующим средством и измерят температуру входящего. Средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки также будут выдаваться при входе. Далее стандартная процедура, но необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. Кабинки у нас будут без шторок. Они будут расположены входом к стене, так чтобы соблюсти волеизъявления граждан. Поэтому избиратель мог спокойно зайти, проголосовать. Вот избиратель голосует, ну далее выходит обратно, ну идет, голосует, опускает бюллетень в урну и идет ко входу. Там ему опять обрабатывают руки. Все без исключения члены избирательных комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Всем членам комиссии будет обязательно выдан необходимый объем питьевой воды, которую они будут пить на участке. Все комиссии будут обрабатывать свои участковые, ну помещения своих комиссий. Каждый час закрываться на перерыв, 10 минут, да, и все обрабатывать дезинфицирующими средствами. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию начнется с 25 июня 2020 года. Ситуация по заболеваемости COVID-19 в регионе остается стабильной. Напомним, всего с начала пандемии в Ненецком округе лабораторно подтверждены 80 случаев заболевания коронавирусом. Активных 18, выздоровели 60 пациентов, в том числе двое за последние сутки. По данным наутро 10 июня, лечение в специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы проходит 13 человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Один пациент с Варандея продолжает лечиться в стационаре Усинской ЦРБ. Четыре пациента получают лечение на Харьягинском месторождении. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьянмаре и поселке Искателей находятся 456 человек, в обсерваторе 9. С начала пандемии снято с контроля 1321 человек, 20 за прошедшие сутки. Также с начала пандемии в Ненецком округе проведено 3380 исследований на коронавирус, в том числе 19 за последние сутки. В Ненецком округе продолжают действовать ограничительные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, в частности масочный режим и необходимый соблюдение физической дистанции не менее полутора метров. Спасибо врачам! Региональное отделение партии «Единая Россия» оказывает помощь медикам. В рамках акции медицинскому персоналу были доставлены 80 пакетов с набором для чаепития. Наталья Дуркина продолжит тему. Порядка 100 человек медицинского персонала ежедневно борются за жизнь пациентов. Для того, чтобы поддержать медработников в этот непростой период, региональная партия «Единая Россия» приняла участие в акции «Спасибо врачам». Любая помощь, поддержка, в частности, она поднимает моральный дух медицинских работников, прочего персонала, который оказывает медицинскую помощь, участвует в оказании медицинской помощи. Поэтому любые акции, которые проводятся в рамках поддержки, они, естественно, необходимы и помогают работать. Кофе, печенье, конфеты, чай и многое другое. Более 80 наборов к чаю было доставлено в Ненецкую окружную больницу. Акция «Спасибо врачам» по передаче проднаборов медикам продолжается по всей стране. Один из важных аспектов – это действительно врачи находятся в ежедневном режиме, поэтому продуктовые наборы, связанные с продуктами питания для чаепития, мы уже на регулярной основе оказываем содействие врачам. Мы эту акцию делали и в апреле месяце, в пиковые моменты. И сейчас, в июне месяце, мы также решили региональным отделением при поддержке центральных органов партии оказать помощь врачам. И сегодня мы вот вновь встречаемся тут у стен нашей окружной больницы для того, чтобы, скорее всего, вниманием и тем возможным, чем мы можем оказать это внимание, нашим содействием врачам. Добавлю, в рамках акции закуплены два отечественных легковых автомобиля для нужд медицинских организаций. В эту пятницу, 12 июня, пройдет уже традиционная акция «Надень народная, надень России». Правда, из-за запрета на проведение культурно-массовых мероприятий акция пройдет в онлайн-формате. Принять участие и продемонстрировать всю красоту народного костюма может любой желающий. Однако в этом году организаторами внесены некоторые изменения. Единственное условие участия в этой акции – костюм народный или сценический, или же деловой костюм, платье, должны быть пошиты и изготовлены в 2019-2020 году. Такое решение организаторы приняли, чтобы поддержать появление новых народных костюмов. Например, в течение творческого сезона проводились мастер-классы, где под руководством ведущих специалистов по традиционному наряду любой мог изготовить свой собственный сарафан или другой элемент одежды. И, наверное, хороший показатель этой акции – получение диплома Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Мы получили диплом. Конечно, это высокая награда, поскольку 12 июня – это особый день для России, который подчеркивает многообразие нашей страны и красоту разных культур. Заявки на участие принимаются до 10 июня включительно. Для этого всем желающим необходимо пройти по ссылке в группе этнокультурного центра ВКонтакте, где находится инструкция и рамка для фотографий. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогнозы погоды – официальный дилер Тойота Центр Архангельск. Продолжение следует...